Раннее утро, 7 часов, голубой залив, и впереди перевал Отбаш, не туда, чтобы понятно было так. А вообще, вот диспансер, да, психи, они повсюду, просто в психушке сидят те, кто спалился. Итак, я прошел первую часть пути, сейчас я на перевале Голубой залив, и прямо передо мной вершина Отбаш, и там рядом Отбашский перевал. Я поднялся уже к истокам реки Леменко, перехожу реку, и путь лежит прямо к перевалу Отбаш. Погода обещает быть солнечной сегодня. Кстати, привет опять Эрике из Севастополя, почему я иду искать Татьянин грот. Вот, посмотрел, она выложила фотки, вот, и на этот раз я увидел ее в Татьянином гроте. Как-то планировал, планировал, и дальше планирования не доходило дело. И тут вот такой толчок получился, я решил отыскать этот, отыскать этот грот. Вот, конечно, однотонный затяжной подъем. Вот. Так что, Эрике, привет. Я иду искать Татьянин грот. Что вижу, расскажу, покажу. Вот впечатление, что перевал рядом, а по факту еще к нему пилять-допилять. Листья, конечно, тут было, понятно, как будто в восемьем лесу. Это вот будущие цветы горного пиона. Бутоны уже завязались. Пейзажи потихоньку меняются. Это мысли вслух. Думаю, как мало нужно человеку для счастья. Решил реально подъем такой натяжной, нехороший, короче. Думаю, свежую, вроде как тропинка. Потом смотрю, вроде как звериная тропа, непонятно. Но, вот я прошел уже, метров 150 точно срезал. Я понимаю, что скоро я выйду намного ближе, чем я шел бы не по Сатрату. Но мысли вслух такие, как немного нужно для счастья. Иду, поднимаю глаза и вижу скалы перед собой, скалы от Баша. То есть просвечиваются за деревьями далеко, высоко, она просвечивается уже. Я понимаю, как у меня на лице появляется улыбка. Вот, я уже хоть вижу, где я. Вот, впереди виднеется Адбаш. Метров 500 срезал по Сократу. Вот, Кабаси возле лесной лужи, по всей вероятности, пили водичку. Итак, здесь мой путь пересекается с еврейкой или тропой Жидовского по карте, в простонародье, еврейская тропа. Вот, и дальше я уже по еврейской тропе поднимаюсь непосредственно к Адбашу. Вот, просматривая маршрут, вчера я спланировал так, разбил его условно на три части. Значит, первое, от южнобережного шоссе, Севастопольского шоссе, до перевала Голубой залив, это первая часть была. От перевала Голубой залив до перевала Адбаш, вторая часть. Вот, и вот от перевала Адбаш и до пещеры, это третья часть пути. То есть, как бы я сейчас где-то посредине пути, где-то около середины, около половины я уже прошел. Погода чудесная, исключительно, оставайтесь вместе, путешествуем дальше. По правде сказать, я думал, подснежники уже отцвели, но здесь они еще есть. Вот, а вот мозг чей-то. И вот отсюда прекрасно видна вершина скала, останец Биюкисар. Это родник из Скибагаза. Он прямо под Адбашем. Скибагаз, древняя тропа, как бы в переводе. Это название соседнего с Адбашем перевала. Он чуть-чуть дальше. Почему так называется родник, ну, вопрос, конечно. На каптаже смотрю, брести, думал, показалось. Нет, не показалось. Кстати, высота уже пошла свыше тысячи метров над уровнем моря. Вот сейчас я пожалел немножко, что не взял фотоаппарат с зумом. Я насчитал 7 штук этих огромных. На кондоров похожие, я не помню, как называется, но реально. Ох, вот, вот еще один видит грифы эти. Эх, это не покажет камеру. Вот последний рывок остается. Вот, спустя 3 часа пути я таки вышел на перевал Адбаш. Почти вышел вот за этой скалой и состоится чудо. Продолжение следует... Вот так вот, под скальным навесом стоянка. Каменный навал и грот. Если не погода, здесь можно укрыться от дождя. Такой скальный навес. Вон внизу какой мингир стоит. Огромный, не знаю, метров 8 высотой. Вот меньше, но большой. И так вот я уже в преддверии перевала. Это вершина Адбаш. И вот так вот выглядит перевал Адбаш. Дальше начинается плата. И все дела, которые мне нужны, будут в районе сплошного карста. Вот так это все будет выглядеть. В переводе Адбаш означает конская голова. Данная плата своя атмосфера. Но здесь чувствуется ветерок намного прохладнее, чем это было внизу. Это моя вторая отправная точка. И дальше путь лежит уже непосредственно к пещере. Итак, я на перевале Адбаш. Дальше следую на перевал Эскиб-Агас. И оттуда уже на Татьянингрот. Судя по информации, которую я владею, фактически во всех источниках указывают, что место это очень тяжело найти. И поскольку GPS-навигаторы там либо вообще не работают, либо сигналы очень слабы в связи с тем, что залегают железные руды. Железо залегает. Территория сплошной гиперкарст. То есть по прямой 100 метров пройти практически невозможно. Это сплошные карстовые воронки. В общем, посмотрим, как это на самом деле происходит. Типа маршрут для бывалых. Поскольку, если человек не ходил в горы, то он не найдет это место. Посмотрим, что это за место. Посмотрим, погода нам позволяет. Вышел я сегодня раненько. И вот через три часа подъема, я фактически в 10 часов, я уже на перевале Адбаш. Остаемся. Расскажу, покажу, что будет интересным. Так, любопытство взяло вверх. Мне всегда было интересно. Я смотрел сверху и видел там внизу озеро. Мне всегда было интересно, что же там за озеро. Вот все-таки пойду не на эскиба газа, пойду посмотрю озеро и по бездорожью уже буду идти в ту сторону, в сторону тропы. Вот привет Валику Вербицкому. Он звонил сегодня, спрашивал, есть он трава? Есть Валик. А каманюки все-таки на пути прикольные, такие огромные. Вот это вот и есть карст. Вообще, короче, все по-другому, чем оно смотрится сверху. Абсолютно по-другому выглядит. И вот озеро, которое на карте есть. То есть, это озерцо небольшое. Интересно, это озеро Озерцо. Оно маленькое и на карте есть. Конечно, красиво. Оно маленькое. 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 так вот выглядит ведьмина метла потому что когда они высоко висят то их не видно непонятно я уже вошел в сусанинский лес сусанинский это не подколка такая это вполне реальное название вот это область гипер карста здесь здесь нету ровных районов ровных масштабов возникнет возникнет вопрос как я ориентируюсь куда идти да вот так вот наши деды проверяли оттуда дуя значит туда у меня внутренний компас поэтому в этом очень скоро я надеюсь я найду татьяне судя по тура я иду правильно пейзажи открываются очень красивые красота вот они карстовые воронки и короче куда хочешь туда иди там и ищи так вот идешь и идешь идешь весь асфальт в камнях вот такая вот красота остается позади пейзажи потихоньку конечно меняются их вот очередной тур значит по по всей вероятности я иду правильно вот не знаю камера передаст или нет видно будет как перевала повалил туман либо это облака так низко упали очень быстро вот уже прошли прямо именно по перевалу проползли туры говорят что все правильно что это но это уже становится интересным здесь вот явно видно что это строилась не вчера такая вот ну просто делать нечего просто карст реально камень на камне и что вот такой глуши будет разваленный какого-то строение как-то как-то так вот для меня лично это было нежданчиком не ожидала здесь такое вот в этом лесу сусанинском лесу такое вот встретить так это все выглядит лес здесь же скалы в лесу вот тур опять значит все правильно я иду абсолютно верно мне нужно куда-то вот туда туда знаю видно будет камера покажет нет целое поле прямо переорвано это дикие кабаны так работает прямо перепахали плантарь такой думаю тем кто первые ходили вот по вот таким вот туром потому как gps-ом не было тогда рисованные карты от руки до туры вот ищи в этом лесу что хочешь замечанием что даже если бы говорят этот путь для бывалых даже если бы потух gps все спутники упали в один момент то можно пройти по этим туром и тропа уже настолько явно видно что что не нужно много ума нужно всего лишь иметь глаза чтобы понять куда идти опять туры это я иду и думаю кого-то угораздило сюда забрести это ж надо было здесь лазить 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 это уже сколько я иду все таки и не просто иду а бы куда то есть я знаю куда иду целенаправленно а тот кто нашел где-то первые здесь лазили это ж надо было здесь вот столько вот протоптать надыбать фух ну так если высадить без компаса так не только пещеру не найдешь вообще непонятно вот кругом лес 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 и не понятно куда идти сусанинский лес в натуре сусанинский такая воронка я так догадываюсь что вот там это все дело и есть вот уже уже при подходе один единственный куст огромных цветки огромные подснежники чем выше высота тем позже приходит весна тем холоднее вот они здесь еще задержались по низам подснежники уже цели и вот доска вопросим напоминаю действие происходит на высоте более тысячи метров над уровнем моря я конечно представлял себе абсолютно по-другому вход я думал меньше огромный вход в пещеру пещера свой микрохниво и поэтому здесь ну судя по тому как рассказывают крупный год есть ледяные салокиты и салогниты холодный воздух концентрируется заходит потоком сверху теплый снизу и благодаря этому получается конденсат который сверху скапывает вот прикол вот эта сосулька внутри полностью пустотелая то есть она как амфора стоит в нее сверху капает теплая то есть внутри полностью пустотелая и с водой полностью наполнена это не просто прокапала сверху дырку а полно как бутылка только вот полная прямо выплескивается вот так вот так вот и и и и Продолжение следует...